Всем привет! Вы на канале скорости F1 и буквально где-то час назад стало известно то, что Фернандо Алонс возвращается в Формула 1 и возвращается в состав Рено в 2021 году и заменит он Даниэля Рикьярда. Так как Даниэля Рикьярда переходит в Макларен, все официально Алонс перешел и очень много было слухов то, что Алонсу может заменить прямо по течению сезона этого года Даниэля Рикьярда. В принципе, для фанатов Фернандо Алонсо это просто замечательная новость, но как по мне Рено, несмотря на то, что видно, то что Рикьярда хорошо квалифицировался, неплохие результаты, нам не кажется, Рено в ближайшие несколько лет не сможет бороться за подиум, к сожалению, потому что один хороший результат, вот что был на гран-при Австрии, в принципе, неплохо. Мне кажется, этого мало. И мое мнение, то что Алонсо будет даже больше как каким-то тренером для Эстебана Акона, для молодого перспективного гонщика. Что могу сказать про саму команду Рено, то что если они хотят удержать Фернандо Алонсо, потому что явно к 2022 году, когда будет новый регламент, не только они захотят иметь его у себя в команде, поэтому им надо будет прогрессировать. Потому что мы знаем, Алонсо, он не любит быть середняком, он любит бороться за подиумы, за победы. Поэтому очень интересно будет, как останется ли он позже в Рено, или вообще завершит карьеру. Как по мне, если он вернулся, то он планирует не один сезон провести, не два. Но интересно, если Рено себя не проявит, то есть все так же останется, если будет проражение Алонсо, то мне кажется, он перейдет. Если же Рено добавит и смогут более-менее бороться за подиумы, то тогда, конечно, Алонсо останется. Потому что все-таки в 2022 году мы помним то, что у нас регламент, где будет ограничение по бюджету. Как по мне, это очень важно. Он возвращается в 2021 году. У него будет сезон без, то есть еще не будет нового регламента в 2021 году. И вот интересно, как он себя проявит именно за рулем Рено, такого средничка. Потому что мы помним, он был в Макларене. Это в 2017 году результаты были. Лучший результат, это было у него пятое место, как и для всего Макларена. Да, Макларен тогда был не в самой лучшей форме. Ну и Рено, то есть, честно говоря, тоже не совсем топ. Да, они нас удивили на гран-при Астро, что результаты лучше. Потому что по зимнему тесту мы все думали, ну, по крайней мере, я, что будет все гораздо хуже. Но нет. Поэтому, что касается самого Фернандо, то если, как я уже сказала, команда не будет бороться за подиум и показывать хорошие результаты, болеть не будет на это способен, то тогда Алонсо не захочет находиться в этой команде и, скорее всего, перейдет либо в другую команду, либо окончательно завершит карьеру в Формуле 1. Ну, как по мне, Фернандо возвращается не для этого, чтобы просто за очки бороться. Он хочет, как-то так, запновить свою карьеру. И ему именно интересно, если же все будет, как сейчас говорят, то, что новая регламент, окончательно, чем по бюджету. Потому что мы помним то, что он говорит, мне не нравится, когда доминирует только одна команда. Алонсо нравится то, что все болиды равны, плюс-минус, и ему нравится именно видеть класс пилота, а не класс болиды. Поэтому очень интересно. Особенно тут, если иронозы хотят его удержать, потому что не думаю, то сейчас Алонсо, да, контракт будет немаленький, но просто сумасшедших сумм он не попросит. Потому что, мне кажется, после ухода из Формулы 1, честно говоря, видно было то, что он хочет вернуться, и вот он в 2021 году возвращается. Заменяет, как я уже сказала, Даниэль Рикердо. Посмотрим, как он будет с молодым пилотом в одной команде. Я считаю, это будет достаточно интересно. Интересно, может быть, он будет наоборот, как я сказал, то, что как учителем, или же наоборот, он будет говорить, что, мол, ну, давай ты еще молоденький. И что сказал руководитель команды Рено? Приглашение Фернандо Алонсо является часть нашего плана по сохранению приверженности в Формуле 1 и возвращению на вершину. Присутствие Фернандо в нашей команде станет преимуществом не только в спортивном, но и в маркетинговом плане. Что я могу сказать по этому абзацу? То, что Рено, в принципе, в 2005-2006 году у них была просто сумасшедшая машина. Вот как раз в 2005 году Фернандо Алонсо стал чемпионом мира Формулы 1, оспариваясь с чемпионством самим Михаэлем Шумахером за великой Феррари. И, конечно, у Фернандо Алонсо есть спонсоры, и это, конечно, добавляет новых зрителей, новых фанатов команды. Поэтому, да, тут еще в маркетинговом плане хороший плюсик будет для Рено. Опыт Алонсо и его целеустремленность помогут нам извлечь максимум пользы и привести команду к совершенству, которая требуется в современной Формуле 1. Да, у Алонсо есть опыт, и это очень важно, потому что, если бы, как вот многие говорили, да, если бы подпишут Сергея Сироткина на 2021 год, то как два молодых пилота, двое, скажем так, у Акона был один сезон в Формуле 1, у Сергея Сироткина тоже был один год. Мне кажется, они просто могли бы не справиться с этой ролью, и Рено бы могли разочароваться. Дальше, что сказал Фернандо Алонсо? Рено, моя семья, самые яркие воспоминания моей карьеры в Формуле 1 связаны с этой командой. Ну, как я сказал, он уже был чемпионом в 2005 году, то есть, можно сказать, возвращается, да, к свою семью, к себе домой, но многое уже изменилось. Что сказал дальше Фернандо? У меня есть, в принципе, и амбиции, которые я хотела бы реализовать вместе с Рено. Команда смогла добиться впечатляющего прогресса этой зимой, что подтверждает серьезность их намерения вернуться к борьбе за подиумы и победы. Вот, что самое главное. Если Рено это получится, то тогда может произойти просто флешбек какой-нибудь 2005 года. Это будет просто шикарно. И на самом деле, что, кстати, с моего мнения, я очень рада, что Алонсо возвращается в Формуле 1, Алонсо возвращается в Рено, в команду 2005, где он взял чемпионский титул, как я уже сказала. Поэтому, как по мне, будет очень прикольно. Тем более, если вдруг вот Рено, если они намерены бороться за подиумы, то тут уже, скажем так, и до побед недалеко. Поэтому, может быть, как я сказала про видео флешбек, то что Алонсо вдруг он станет чемпионом мира. Да, маловероятно. Сейчас заглядываем вперед, но я считаю, будет очень интересно. Ну что ж, вот такой вот быстрый ролик, потому что, да, чуть-чуть скомканный, но просто вот новости это было буквально где-то час назад. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока.